построенного на технологии блокчейн и криптовалюте и прежде чем мы начнем я должен сказать дисклеймер то есть предупреждение о рисках любая работа с криптовалютными активами связано с риском поэтому прежде чем принимать какие-то решения вам следует всесторонне изучить информацию и уже после этого принимать самостоятельное решение и на этом слайде мы с вами видим крупнейшие компании такие как например умер rpnb amazon вот что их объединяет их объединяет то что например компания uber оказывает большое количество транспортных услуг при этом не владея автотранспортом как же ей это удается а ей удается таким образом что компания uber по сути выполняет роль посредника то есть она соединяет тех людей у которых есть автотранспорт с теми людьми которые автотранспортом не владеют хотят арендовать точно так же компания airbnb не владеет недвижимостью но она соединяет тех кто имеет недвижимость теми кто хочет эту недвижимость арендовать то есть опять же роль посредника и например интернет магазин amazon продает огромное количество товаров но подавляющее большинство товаров которые продаются они по сути не произведены самим амазоном а произведены сторонними производителями да поэтому получается сегодняшнем мире действительно можно делать миллиардные обороты при том что ты например именно выполняешь функцию посредника соединяешь одного с другим а вот компания мави она пошла именно по такому пути то есть она не пытается создавать сам самостоятельно продукты она именно находит те компании которые способны произведи произвести качественные продукты мирового уровня и соответственно продвинуть эти продукты на мировом рынке конечно времена меняются технологии меняются например раньше чтобы отправить письмо это было и долго и дорого например отправка письма занимала неделю или несколько недель смотря как далеко вы письмо отправляли а потом появилась электронная да ну естественно это стоило денег а потом появилась электронная почта и появилась возможность отправлять сообщение за считанные секунды и при этом абсолютно бесплатно точно так же а в сфере например сфере транзакций раньше чтобы отправить банковский перевод это было медленно и дорого банковский перевод мог идти несколько дней нужно было заплатить немаленькую комиссию но появились криптовалюты и появилась возможность сделать транзакции быстро с минимальными комиссиями так вот как раз компания мави глобал работает именно с новыми технологии технологиями с интернетом нового поколения то есть веб-3 построенном на блокчейне и на слайде мы с вами видим генеральным генерального директора михаила проженицу и президента вице-президента по продажам домина видергара компания за первый год работы сделала товарооборот более 100 миллионов долларов было подключено более 250 тысяч пользователей и было открыто более 30 партнерских офисов разных странах мира и так в центре слайда мы видим информацию опубликованную на известном сайте бизнес for home это аналитический сайт который отслеживает деятельность партнерских компаний по данным этого сайта компания мави глобал выходила даже на второе место по скорости роста сейчас находится на третьем месте но все равно это можно сказать лидирующие позиции но и блокчейн ультрон опять же не без помощи партнерской компании мави глобал вошел в первую десятку всех блокчейнов которые в мире существуют на данный момент конечно кто то может сказать но за последние годы было немало проектов компаний связаны с криптовалютой которые запускались и потом заканчивались неудачей не получится ли так и в этот раз принципе можно обсудить почему именно эти проекты стартапы заканчивались неудачи потому что во первых многие если не сказать большинство таких компаний которые стартовали в прошлом они пытались заниматься всем со сами они занимались и партнерской платформой и компенсационным планом и разработкой продуктов продуктов и услуг а дело в том что на дворе уже не 2010 год то есть когда был только один биткоин и не было вообще конкуренции в сфере криптовалют на дворе уже 2023 и соответственно чтобы создать продукты именно цифровые продукты построенные на блокчейне это нужно постараться чтобы продукты были конкурентоспособными если смотреть на данные сайта coinmarketcap то криптовалют в мире существует порядка двух миллионов представьте себе какая ну какая цифра до около двух миллионов если мы с вами захотим создать свою крипту то нам придется конкурировать с двумя миллионами уже существующих криптовалют так вот именно создать то продукт можно но насколько он будет конкурентоспособным и качественным поэтому компания mavi global пошла по другому пути она не пытается изобретать велосипед она сфокусирована именно на том что она умеет лучше всего то есть компания mavi занимается партнерской программой компенсационным планом международным развитием проведения мероприятий а разработкой продуктов занимаются профессионалы которые действительно являются специалистами в этой сфере а компания mavi по сути заключает с ними партнерские отношения то есть вот мы презентацию с чего начали что компания например uber и bnb они выполняют функцию посредника то есть возникает так называемая специализация то есть когда каждый занимается своим делом и естественно когда кто-то постоянно занимается они о чем-то одним он становится профессионалом и достигает отличных результатов то есть по сути вот такое сотрудничество или как сейчас модно говорить коллаборация именно такое сотрудничество и обеспечивает успех данного предприятия и здесь на слайде мы с вами видим вот есть комьюнити то есть компания mavi создает мощная международная комьюнити в разных странах мира перед презентацией наверное вы видели ролик вступительный ролик где были показаны именно партнеры из самых разных стран мира там была япония азия европа и другие страны и так создается мощная международная комьюнити и именно те цифровые товары и услуги которые создают профессионалы про профессиональные команды предлагаются вот этому международному комьюнити и при этом все остаются довольны и компании mavi потому что она тоже неплохо с этого зарабатывают и само это международной комьюнити тоже мы сегодня поговорим о возможности зарабатывать как пассивный так и активный доход на цифровых продуктах нового поколения